Не улетают птицы по разным причинам. Самая главная, наверное, причина – это потепление. Все мы знаем про такой термин – глобальное потепление. Температура меняется, реки, озера полностью не замерзают, и птицы начинают просто приспосабливаться к нынешним условиям, то есть не улетать. А потому эти белокрылые красавцы привлекают огромное количество людей, которые из лучших побуждений подкармливают их. Гуляющие вдоль Брестского водоема родители с детьми, приезжие жители всегда не прочь угостить больших статных белогрудых лебедей, берущих куски лакомства прямо из рук. Знаете ли вы, чем питаются птицы и нужно ли их кормить в зимнее время, если нужно, то чем? У меня есть картинка специальная, я ее просматривала. Знаю, что хлебом можно кормить только голубей, их можно крупою кормить, а вот речных птиц, вот утки, лебеди, их как бы надо либо сухофруктами какими-то, либо там ягодами. Можно кое-что дать такое, чтобы чуть-чуть их поддержать, но вообще нежелательно, потому что если их все время кормить, то они потом не будут себе находить, ну, то, что, как говорится, для проживания своего. Обязательно прикармливать. Я думаю, крупа, перловка, зерно. Черный хлеб нежелательно давать, как бы белый, серый. Кажется, там хлебом нужно. Нет, хлебом и батоном диких птиц кормить нежелательно. Пищеварительная система лебедей и уток не приспособлена к такой еде. Вместо привычных мучных изделий вполне подойдут сырые или вареные овощи, овсяная каша, овес, ячмень, пшеница, комбикорм. Но обойтись пернатые могут и без прикорма. Основная пища водоплавающих птиц – водоросли. Пока водоем не замерз, у лебедей есть постоянный доступ к еде. Птицы для зимовки уже подготовлены. У них, как правило, имеется свой необходимый ресурс питательных веществ, жировые запасы уже накоплены с осени. Под кормку реальную курирует обычно наша ветеринарная служба. Конечно же, идеальный вариант – это тот рацион, который абсолютно соответствует и тем водоплавающим птицам, которые находятся на известных наших животноводческих, птицеводческих фабриках или комплексах. И поэтому в этом плане тут у нас вопросов особых не возникает. В Бресте на зиму остаются радовать своей красотой около 60 видов птиц. В холодное время года муховец буквально кишит белокрылыми и другими пернатыми красавцами. Подкармливая их, важно не сделать им хуже. Ведь, помогая и заботясь о них, мы оберегаем природу и вносим свой вклад в состояние экологической среды. Продолжение следует...